Когда я вижу, когда на соревнованиях делают, допустим, шотокановское кота-унсу пальцами, и делают вот так палец, и я вижу, что этот палец мягкий, как макарона, кота теряет всякий смысл. Это имитация. Вот сначала укрепите свой палец, укрепите запястье, а потом делайте кота-унсу. Дяденька, а вы можете голую руку стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. Продолжение следует... Вот я, во-первых, говорю своим ученикам. Значит, для того, чтобы заниматься у меня, первое, что надо снять генеральские погоды. В зависимости от того, вы должны доверять Сенсею и понимать, что, как бы, кто здесь главный. Один момент. Есть проблемы. Если приехали ко мне на дачу, засучивают рукава и отрабатывают колуки, занимается прополочкой грядок. Четко, прям, раз, то глубоко, чик, и корешок выдернул. Вот женаты рады, наверное. Значит, огородик, пахай, там, все такое, как бы, скажем так, в шокодач. Не просто так, а в шокодач, там, допустим, скажем так. Обыкновенный крестьянский труд? Нет, ну, именно в наших стоечках. В стоечках, давайте прополочкой, в шокодач. В наших, скажем так, какие-то другие там дела. Вот, я, во всяком случае, приезжаю, вот... Не слишком ли много на себя берешь, что ты дан? Нет, я тоже, как бы, приезжаю к Тывон Сениму, если Тывон Сеним попросит, что-то сделать, да? Без проблем иду и делаю. То есть, как бы, здесь не подразумевается ничего другого. Но, честно говоря, это восточный менталитет, да? И то, что, если вас кто-то припахивает здесь каким-то работом, обратите внимание, я никого не припахиваю, когда приезжали ко мне на семинар, да? Ну, это просто не очень этично. То есть, разная этика, да? То есть, все-таки мы не японцы, да? Плюс, добавок, он не пригласил вас просто в дом заниматься, да? Чтобы у него живете, и вы у него там, это... Я приглашенный в дом. Я у мастера жил, естественно, я ему... Если надо, я ему приготовлю, и посуду помою, и еще что-то сделаю, да? То есть, без вопросов. То есть, мы и так не очень, честно говоря, не очень по японским, по восточным, по японским, корейским, китайским меркам не очень вежливы, да? Это стоит учесть. Мы вообще не вежливы. Ну вот. Так что это минимальное, что мы можем там сделать, да? Но если где-то в Европе, в России, да, кто-то вас запрягает на даче в наших стоечках попахать, да? Это просто лукавство. Вот это мне не нравится. Из современной жизни вот на себе на дачу я с удовольствием, в принципе, вот принимаю участие, вот именно что-то делаю, там, говорю, работаю, там, и так далее. Мне это нравится. Я понимаю, что современному человеку не хватает движений для того, чтобы гармонично развивалось его тело. Ну, как бы, в нашей жизни мы этих, скажем так, эту энергию не тратим, и за счет этого у нас всевозможные психологические перекусы про свет. Поэтому помимо азонирования, азонирования и так далее, мне это нравится. Я понимаю, что современному человеку не хватает движений для того, чтобы гармонично развивалось его тело. Потому что у нас уже, мы хотя запрограммируем на гораздо большее количество движений в процессе рабочего дня, в процессе этой, ну, как бы, нашей жизни, мы этих, скажем так, эту энергию не тратим, и за счет этого у нас всевозможные психологические перекусы происходят. Поэтому помимо азонирования в зале, мы должны обязательно себя посвящать каким-то, какой-то работе, именно, и не, самое главное, не стыдиться ее, а именно воспринимать это как благо, потому что это направлено на развитие физического твоего тела, и это надо понять. То, что я вижу в 2013 году, вот, Мазерага Дзирю, Леонид Щепкин, я не знаю, что там, это боец, да, это Коровинская. Это косячная техника. Это негодзирю. Я, конечно, расстрою вас, но, блин, конечно, мы смотрим, если мы будем сравнивать с Коровиным, Щепкин лучше, да, но то, что он сейчас здесь показывает, это вообще какая-то ахинея. Вот это откуда вообще? То есть, это пришло, понятно, это должно было остаться там в прошлом, в СНР еще где-то. То есть, зачем ты это показываешь, зачем вот это все? То есть, это все идет не от хорошего уровня, да. То есть, плечи, ладно, хорошо, ты зажимаешь, там, постоянно поднимаешь руки, когда что-то делаешь, да, то есть, это явные косяки из прошлого, да. Вероятно, тебя не то, что неправильно учили, да, то самое, о чем ты говоришь, что самая сердцевина гнивая, да, вот она пролезает вот так, но она же пролезает и в этом. Я думаю, что это, скорее всего, связано в первую очередь с тем, что он был инструктором в силовых структурах, да, и прочего. То есть, это все оттуда. Вот эта вся ахинея, да, все оттуда идет. То есть, это не мастерский уровень. Ну да, так и есть. В процессе монтажа я нашел вот это видео. Вообще, вы заметили? Мне кажется, что в перспективе это ненормально. Все же без изменений. Это было норма же. От него надо избавляться от этого всего. На развитии физического твоего тела. Это надо понимать. Странно, при этом, как бы, работа ногами стала намного хуже, да. На развитии физического тела. Понимать и, как бы, к этому относиться нормально. Потому что наши предки, если мой дед рассказывал, что... Еще плохо то, что он здоров физически, да. Вес огромный, рост огромный. То есть, он просто физически очень закачанный. Вообще, в принципе, здоровый, да, как бычара. То есть, он просто вот сейчас взял, подхватил человека вот так вот на расстоянии и вот так вот перевернул на вытянутых руках. То есть, да, если человек гораздо легче тебя, ты это можешь делать. А если он не легче тебя, то тебе придется подлежать. Подлезать под него. То есть, вот мне, например, везде приходится подлезать, да, вокруг центра тяжести. Центр тяжести, к центру тяжести противник. Потому что мой противник так не полетит. То есть, мне его придется тягать по технике, а он тянет на физуху. Вот, допустим, из Са, из Лачук, ну, там, шесть поколений щитками вышли, наверное, фижач. Они пешком ходили до Москвы. Элементарно. Пойти, скажем так, сто километров туда-обратно. У них это было норм. Блин, в прошлое века пешком ходили ступеньки. По километрам до Москвы. Ну, вот, вообще, к чему это все? Это как, типа, хорошее достижение? К чему это все? То есть, говори о знаниях, говори о мастерстве. Учи людей мастерству, учи людей знаниям. То есть, это твоя функция, это твоя обязанность, да, если ты взял ее на себя, то ты ее должен нести. Почетная обязанность, да, грубо говоря. К сожалению, да, многих она смущает. Меня, например, смущает это, и я поэтому от такой обязанности выгольнул, да. Я больше не представитель федерации корейской. Это было бормыш. У нас кто-нибудь и пройдет, скажем, на сколько километров. Скажем так, вот, просто в Москву что-то... Пройдет, когда в ГУЛАГ пойдет. В Москву что-то купить, там, скажем так, и вернуться. Пешком. Это у нас сдохнет, современный, наш современный человек. Про так называемые колбасные электрички в Советском Союзе только ленивый сейчас не пишет. Это уродливое явление СССР, конечно, не красило. Когда люди из близлежащих к Москве областей ездили на выходные в столицу и затаривались там колбасой, сыром, апельсинами и другими продуктами. Мчит зеленый и пахнет колбаской Скорый поезд Москва-Кострома Что он несет вообще? У них это была как бы прогулка. Нормальная прогулка, такая деловая. У кого это? Предки, если мой дед рассказывал, что, допустим, из СА, из Лачук, ну, там, вообще, шесть поколениящиков вышли, надо сбежать. Они пешком ходили до Москвы. Или ментами... Магазин сбегать за хлебом. За хлебушком. Сто километров до Москвы. Я так... Что-то мы считали тогда, да, двое суток, по-моему, идти. Пять, двадцать, да, двадцать часов. Сто километров. При нормальном этом. Ну, вот. То есть, как бы... Я тоже когда-то, когда был маленьким, вот, у нас в Советском Союзе ничего не было. Ничего у тебя нет! Ты голодранец! Просто не было поездов, не было машин. То есть, поезда ходили очень редко, автобусы ходили редко. Никакого транспорта частного практически ни у кого не было. То есть, в моем детстве, да. То есть, мы все пешком. Без автобуса пешком. Дойти там сколько-то... Двадцать километров до деревни от того места, куда доходит автобус, да. Как нифиг делать. Ну, вот. Он считает это каким-то достижением? Или что-то в этом замечательное есть? Я от этого сильнее не стал. То есть, поэтому не надо вот это вот все. Это вот просто пустое, да. Пустой разговор, да. И гнилые какие-то разговоры, рассказни какие-то, сказочки. Там, пойти, скажем так, сто километров туда-обрат. То есть, блин, у него вот это все... Вот эта вот часть просто косичная. Просто косичная. Я понимаю, что всех вас я расстрою, скорее всего, да. Вы ожидали, скорее всего, более высокого уровня, чем у всех предыдущих. Во-первых, потому что я увидел более-менее нормальных учеников. То есть, я не знаю, почему у него такие косяки с выполнением техник. А технику можно делать быстро и спокойно. То есть, да. Не надо так делать. Это только ты ухудшаешь свою технику. То есть, бам, бам, да. Но, вероятно, скорее всего, проблема в учителе. Это учитель не научил. То есть, он учит, в принципе, ребят уже без косяков. Они довольно спокойно делают. Я у них не видел такого. То есть, не знаю, как это вообще получается так. Вероятно, может быть, что это проблемы его личные. Леонида Щепкина. Давайте еще посмотрим. Пойти, скажем так, 100 километров туда-обратно. У них это было нормас. Да, вот это бам. Очень сильно. То есть, кажется, ерунда. Чем вот это, да? То есть, блин. Это чистая физуха. Чисто на физуху. Делать надо на технику. У нас, скажем так, пройдет, скажем, 100 километров, скажем так, просто в Москву что-то купить, там, скажем так, и вернуться пешком. Это нас сдохнет, современный, наш современный человек. В школе мы, допустим, всегда, допустим, делали приборку, там, листья очень собирали и так далее. Сейчас, говорят, эксплуатация детского труда. Нельзя. То есть, первое, это коммерческое боевое искусство, это как М1, допустим, боя без правил, где люди, скажем так, выступают для того, чтобы просто заработать. Мы же понимаем, что Япония, она далеко не простая страна. А если даже его ученики лучше, если, я так думаю, да, если косяк личного Щепкина, я не знаю, как это получается, да, но его ученики лучше, скорее всего, проблема действительно не его мастера. Проблема личная Щепкина. Не знаю, почему, откуда это, но это его личная проблема, которую он не преодолел. То есть, не избавился от этого всего. Это какое-то прошлое. Давит прошлое. Гришки. Шучу. А это косячки, в которых надо избавляться. Потому что, когда он начинает встать в положение и делает там свои этикаты, да, у него спина нормальная, ровная, то есть, достаточно спокойно делает, уже в като такого не делает, да. То есть, но в технике делает. Делает то самое, что он делал вот в 96-м году. Вот это залихватское. В первую очередь, боевое искусство, это иерархия и уважение, и почитание старших, скажем так, которые посвятили свою жизнь. И если старший говорит, все остальные молчат. Делают так, как говорит старший. Даже если старший не прав. То есть, это как в нашей советской армии. Устав. Командир всегда прав. Пиздец. Командир везде и во всем прав. Если командир не прав... И вот это, ммм, почему ты на силу делаешь? Вот хочется задать вопрос, зачем ты делаешь на силу? То есть, бам, скрутил, ммм, на силу. Движение, один шажок, бум. Если тебе для того, чтобы кинуть противника, нужен один шажок, и ты его просто не делаешь, потому что ты быстренько отрабатываешь технику, зачем ты морды корчишь? Зачем ты напрягаешься? То есть, ты прекрасно понимаешь, что кинет не твоя сила, а твоя техника. То есть, что-то, блин, у Щепкина проблемы. Я, к сожалению, не могу это понять, потому что видео такое. Никакое. То есть, понятно, что и данные, опять же, это не очень высокие данные. То же самое, что Богдан Курилка в этом плане, именно как преподаватель, более правильный. То есть, мне больше понравился Богдан Курилка. То есть, есть вот... Ну, вы поняли, да? Мы посмотрели нескольких. Богдан Курилка в этом плане лучше. Чисто за счет того, что технику правильнее делает. Он косяков не допускает, да? У него правильное понимание о технике. Откуда что растет. Здесь больше у человека очень много своих собственных тараканов, да? При всем при том, как бы ученики у него нормальные. Я не знаю, как это получается у него так волшебным образом. Вероятно, может быть, просто возит непосредственно в Японию, а не там учится. Ну, вот. И какие-то... У него есть, в принципе, правильные требования, которые он не требует вот этих вот вещей, да, от них. И вот этих вот разухабистых. Но я боюсь, что они, глядя на него, тоже могут такое делать. Что-то такое я где-то видел. Ее ученик у него вытворил какую-то... Что-то с ногами вообще жопа какая-то. То есть, первое, это коммерческое боевое искусство. Это как М1, допустим, без правил, где люди, скажем так, выступают для того, чтобы просто заработать. Мне кажется, что это вообще не гадзюрю ноги. Такое ощущение, что вот он делает руками гадзюрю, да? Опять же, с вот этими вещами непонятными, да? Но в какой-то момент, когда он включает ноги, он выводит а-ля кикушин, да? То есть, откуда это? То есть, и вот эти вот с передней ноги высокие удары, да? То есть, это не гадзюрю. То есть, это не используют гадзюрюшные принципы, да? То есть, слишком много усилий для какого-то паршивого удара, если честно. То есть, гадзюрю короткие удары, да? И вот этого не должно быть. Какого-то странного поддергивания жопы на моей гире, обычном моей гире. На развитие физического твоего тела. То есть, короткий, низкий удар, вообще без разговоров, да? То есть, зачем такое вот это вот? То есть, исток усилий для чего? Давайте сейчас я посмотрю еще. Димидж же он есть еще. Так, семинар, который. Сейчас я его, да, точно. Я его попробую включить. Будет ли звук? Нет, нет. Да, такой беззвучный. Да, он такой, он такой вот, вот такой подвижный, как борец. Я бы сказал, что он борец, блин, а не каратэ гадзюрю. Потому что, вот эти вещи, да, вот эти вот, гибкость такая, она не поощряется вообще в направлении гадзюрю. Понимаете? То есть, ты можешь быть гибким сколько угодно, но если ты работаешь, да, то есть, твое тело выстраивается вокруг позвоночника, то есть, как бы оно само на себя складывается, да? Если ты начинаешь вот такие вот... То есть, это скорее самбо. Не то самбо, а самба. Ламбада. Очень плохо без звука. Без звука. А, ну вот как раз то, о чем говорили, что мы раскручиваем тело, а потом выкидываем ногу на уромовашу типа того. Вот он сейчас это показал, но это херня абсолютная. То есть, в плане того, что это ненормальная техника. То есть, так бить может человек только с таким вот весом. От его ноги что-то будет, да? Ну вот если человек поближе подойдет, ничего не будет. Он просто увязнет в нем. Даже вот я бы не пошел бы к нему учиться. Вот как-то не обижайтесь, несмотря на то, что ученики у него нормальные, да? Каким-то чудом получаются. Мне кажется, что здесь много отсебятина. Очень знакомая вещь по страховке дзюдоистской, да? То есть, ну опять же, дзюдо сказывается, видимо. Мешает гадзирю каратэ с дзюдой. Хорошо ли это? Нет, конечно нет. Так. Что-то мне все это вот как-то все меньше и меньше нравится. Первый семинар, часть вторая. Там можно двух есть. Так же, что касается каратэ, мы это делаем легко и свободно. Значит, упражнение, которое сейчас я предлагаю, которое вы можете в методику свою включать, оно хорошо, скажем, выпивает пресс. Здесь в целом каргинируют хорошо наше тело. Вот. Руки, запястья рук. Вот, посмотрите. Все поднимают. Принципы везде. Годзюр, слабля, расслабиться, где-то на плечи и так далее. Принципы. Годзюр можно использовать даже, когда катпаем огород. Где толкнуть, допустим, раз, как поднять лопату. Это все нужно использовать. Динамика каратэ, она нацелена на то, чтобы воспринимать нагрузку на скелет. Наш скелет, несущий карат, представляет из собой себя для этого самого большие и маленькие трубочки. Созвоночник – это маленькие трубочки. Руки, ноги улетели. Потому что, так же, как многие профессиональные материалы, труба, швейлер, гутавр, разные, как воскросят работу, у нас работает труба. И мы рассмотрим на же пути как трубу, работу старцев. Держащий народ. Что-то какое-то инженерное образование, военно-инженерное. Оно какое-то некачественное. Не дали ему технической механики, а Кадычковской. Объяснения очень плохие, если честно. И с технической точки зрения надо понимать, что не все люди технари. Жалко, что нет, честно говоря, Жалко, что нет Щепкиной в бобо. Потому что выглядит все это достаточно ужасно. Он седьмой, да, но уже. Странно, там написано шестой. Так. Ну, Щепкина здесь нет. Семинар, семинар, семинар. Газерю, демонстрация Бункай, приемы самообороны. Сейчас опять 97-й год. Кстати, он там в 97-м году не так косячит-то. Ну, зажатые плечи. Но скорость не вытворяет какую-то дичь. Я не знаю. Я не знаю. Я впервые немножко растерян, да? Я немножко растерян. Сейчас, наверное, объясню. Я ожидал чего-то лучше. Я, наверное, просто больше ожидал, да, от Щепкина. Сейчас я посмотрел, да, и, конечно, это очень сильно разит. То есть, у меня ощущение, что я оказался на старом карате, да? Он не поменял саму методику преподавания. Вот что плохо. То есть, хотя, в принципе, результаты, ну, довольно-таки сносные. Короче, вот оно, да? Вот откуда это все. Это? Это из дзюдо. Полно стоит на одной ноге. То есть, это... Это херня, короче. Вот, это оттуда. То есть, понятно, откуда это. Неужели так, блин? Он там написал, что два года сюда занимался. Ну, короче, короче. Давайте остановимся. Мне кажется, что я полноценно уже посмотрел. Что я хочу сказать? Давайте подведем итог. То есть, Щепкин с дефектом. Есть этот дефект. Не влияет на преподавание, но преподавание идет методом Блинсене, да? То есть, пахнуло чем-то знакомым, не пахнуло Гадзирю, да? То есть, а должно было пахнуть настоящей школой Гадзирю. Человек там 20 лет торчит в этой школе, даже больше. То есть, я хочу увидеть Гадзирю, да? Я хочу увидеть хороший Гадзирю. Я хотел увидеть. Я не увидел хороший Гадзирю. То есть, из всего этого мне радость предоставил только Богдан Курилко. В этом плане, да. Не надо, это самодеятельность. И потом потемать мне это. Ну и что? Не надо. Просто, ну это совсем, да? Это, грубо говоря, что-то вот, что-то не совсем правильное, да? Хотя, в принципе, Ката делает правильно, может научить. Ученики не совсем говно, да? То есть, как бы не портит их, да? Делает из них, они делают вроде нормально, да? Он иногда показывает правильно, особенно когда Ката. То есть, с Катами у него все в порядке. То есть, а все остальное время из него лезет черная штука. Не надо. То есть, это лезет какой-то Касьянов, да? Я не знаю, кто там у него преподавал ему. Но вот Касьянов, да? То есть, вот это плохо. Я, конечно, допускаю, что я могу ошибаться. И он вообще, в принципе, замечательный совершенно Гадзирюшник, да? Эталонный. Кто занимается Гадзирюшник, выскажите, пожалуйста, свое мнение мне здесь в комментариях, да? То есть, возможно, есть действительно где-то видео, где он делает хорошо именно Гадзирю. То есть, чтобы это была именно школа Гадзирю, что это... Может быть, есть, кстати говоря, какой-нибудь еще ученик его учителя, да? Которого можно посмотреть. Потому что я его учителя, например, не нашел нормального видео. Ну, пока вот я... Мы смотрели нескольких человек, да? Мы по Гадзирю уже даже Филимонова смотрели, да? У нас по Филимоновой было то, что это, ну, как бы, хотя бы техника хорошая. Да, там, мнение в голове, тараканы, там... Но я... Если он смотрит, да, на себя, на свою технику, видит, что она у него правильная, и он смотрит, допустим, на таких, как вот Леонид Щепкин, да, видит косяки, он наверняка видит косяки. Он понимает, что он выше уровнем, да? И почему бы тогда ему, если Щепкин седьмой, не быть восьмым данным, да? Ну, вот. Как-то так, да? Потому что, в первую очередь, конечно, очень важна правильность техники. Это Гадзирю, это ТОТЭ, да? Это каратэ, в конце концов. Там очень важна правильность техники. Ну, вот. Ну, как-то так. Ну, я ожидал большего. Конечно, я уже... Я что-то себя, наверное, накрутил, что я хочу больше увидеть хорошую технику. Я уже думал, что это будет выше, чем Богдан Курилко по уровню. Именно по техническому уровню, да? Но вот. Я забыл совсем о том, что он вот такой, да? И что это говорит не о хороших вещах, да? Что это не об эталонном Гадзирю говорить будет. То есть, как бы я слишком, наверное, перезаложился на вот это вот желание увидеть чего-то уникального. Долго откладывал, подзабыл кое-что, да? И мне кажется, что я уже ожидал чего-то большего, да? А получил меньше, чем ожидал. Вот это меня немножечко разочаровало. Мне бы хотелось увидеть что-то именно хорошее, да? К сожалению, да. Вот результат тренировок в подвальных залах, да? Он именно такой. Очень плохая, некачественная техника. И потом ее приходится выкорчевывать. Хорошую эту технику иногда приходится выкорчевывать. Ну, например, штакан. Я же говорю, да? Что он не пришей кобыле хвост, в принципе. Если речь идет о боевых искусствах, он не пришей кобыле хвост. Приходится вынимать его, да? Это очень сложно. Я не вынул еще ни разу. То есть, человек будет все время рвать, да? Здесь же, ну, невозможно выкорчевать вот сене, да? То есть, неправильную подвальную технику. Как-то так. Тем более, что гадзирю и сене все-таки это в разных направлениях движут. Двигались, да, всегда. Сене это какое-то жалкое подобие шатакана, да? Которое не дотягивает до никакого шатакана, да? А это гадзирю все-таки ближе, наверное, к каким-то техникам Китая, Айки-Дзиуцу, да? То есть, там много нюансов. Вот. Всем спасибо за внимание. Хочется почему-то после такой оценки сразу извиниться. Здоровый мужик Чепкин. И, соответственно, как бы, ну, пожелать, наверное, исправить эти ошибки, если есть желание, конечно. Потому что, конечно, если их исправить, ну, я в таком возрасте, после, там, 20-30 лет занятий, и человек не исправил их. Вот. Я думаю, что это уже где-то на уровне подкорки, да, вошло. То есть, ну, а все косяки, это косяки техники ударов, ног, да, косячные. А удары руками, это, конечно, ну, такое движение, да, это, видимо, уже какой-то дзюдо, да. Ну, вот и вот эти все перемещения такие странные. Смотрите, вот я попытаюсь поменьше говорить, но здесь совершенно другое, другое, разное. Вот. Так что, чем богаты, тем мы рады. Больше ничего не могу сказать. Не буду продолжать, будет только наслоение одного и того же. Все, всем спасибо за внимание, до скорых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся на стримах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok